Всем привет! Сегодня я вам хочу показать кое-что из декоративной косметики Фаберлик, а именно 5 лаков из одной серии лаков для ногтей и 5 теней однушек от Дебора. Да, я их заказала, не удержалась. Но начнем, наверное, с лаков. И, кстати, я пробовала снять уже видео, когда было сильно-сильное солнце, чтобы показать вам, как сияют эти лаки на солнышке. Если у меня все получилось с этим видео, то я буду вставлять кусочки прямо в это видео, чтобы вы лучше видели. Вот такой вот рассеянный голографик номер 7159. Сейчас такое освещение, что мои руки какими-то неестественно желтыми кажутся, но зато лаки вроде как передаются вполне достоверно. Поэтому будем смотреть. Это вот такой рассеянный голографик. Выглядит очень симпатично. И вот его свотч. Как вы видите, голография такая довольно-таки рассеянная. Но она есть. Это был 7159. Я вот подписываю теперь вот так в своей ромашке. Следующий оттенок это 7158. Выглядит он вот так. Серебристый чуть-чуть, уходящий в зеленцу и в серый. Так, у меня там на заднем плане кошка муху ловит. Шум. Вот такой вот он. Голография уже более явная, как мне кажется. И вот он на ромашке. 7158. Вот такой вот приятный оттенок. Дальше номер 7162. Такой красно-розовый что ли он. Тоже голография не слишком явная. Очень рассеянная. Такой тип голографии, как мне кажется, выглядит довольно благородно. И вот он на ромашке. 7162. Так. И мой любимчик. Посмотрите, какой он красивый. За счет того, что он темный, на нем голография лучше как-то играет, лучше видна. Хоть он такой же рассеянный голографик, он нелинейный, как и предыдущий. Кстати, это номер 7155. За счет того, что он такой темный, на нем ярче играет свет. И ярче видна голография. Красота. И вот он на ромашке. Смотрите, какой он шикарный. Вот. И еще один лак из той пятерки, которую я заказала, оказался не голографиком. Вот такой вот он темно-фиолетовый. Просто у него шиммер. Он не голографик, он не дуахром. Это просто шиммерный металлизированный лак. Номер 7156. Мне кажется, что он довольно симпатичный. Но почему он попал в линейку с голографиками, я не понимаю. Так. И вот он на ромашке. Мне кажется, осенью я буду им с удовольствием пользоваться. Ну, по крайней мере, пару раз точно накрашу. Он очень клевый. И также, насколько я помню, в этой линейке вышло не 5 оттенков лака, которые я вам показала, а немножко больше, может быть, 9 или 10. Но вот я заказала 5. Тех, которые мне в каталоге показались действительно похожими на голографики. Хотя вот этот, даже и по каталогу было видно, что это не голографик. Но он был такой симпатичный, что мне захотелось его взять. Что я, в общем, могу сказать по лакам? Качество у них совсем неплохое. В два слоя они ложатся нормально. Кисточка у них тоже неплохая. Как вы видите, она не слишком тонкая. Она может немножечко так расходиться веером на ногти, когда вы красите. Недостаток такой, что когда вот такой невысокий флакон и кисточка, когда вот такая вот коротенькая, она не имеет права быть вот такой толстой. Потому что когда вы очень близко прислоняете к ногтю, да, начинаете красить, то вот эта вот широкая кисточка закрывает весь обзор. И нужно в три погибели сгинаться, чтобы рассмотреть, что вы там красите. Вот. Вот это конкретная недодумка, недоделка. И из-за этого, ну, я могу снизить целый балл, в принципе, этим лаком. Вот. В остальном они очень даже неплохие, по текстуре хорошие. И не слишком-то плешивят. В общем-то, в два слоя укладываются вполне себе хорошо. На всех ромашках вы видите лаки в два слоя. И вот еще раз я вам покажу ромашки напоследок. Чтобы видно было, как они относительно друг друга. Вот. Мне, в общем-то, все оттенки понравились. Но, как я сказала, вот 7156, он не голографик. Другие четыре оттенка голографики. Очень интересно выглядит вот этот темный 7155. Кстати, 7162 тоже выглядит вполне интересно. Ну, от 59-й, лично на мой вкус, немножко, конечно, ну, немножечко не подходит мне, как мне кажется. Слишком уж он какой-то... Цвет у него, в общем, своеобразный. Ну, это вкусовщина уже. Так, объективно, по качеству хорошие лаки. И вот 7158 тоже такой интересный. Мне кажется, на зиму будет хорош со снежком сочетаться. Дальше у меня 5 оттенков теней-однушек от Дебора Милана. Среди них есть новинки. Начну, наверное, с новинок. Вот так выглядит. И это номер 11. Я пробовала, кстати, пользоваться спонжами. Неплохие спонжи по качеству. Вот сама эта резиновая штучка очень неплохая. Но до того неудобно держать за эту маленькую ручечку. В общем, надо спонжи повыкидывать. Вот такой вот розовый цвет. Шиммерный. Такой вот он. Вот издали, мне кажется, более правдивый оттенок. Немножко меня он разочаровал, потому что в каталоге, как мне показалось, оттенок другой. На глазах, вот что мы видим. Вот такой вот у него сводч. Тени по качеству хорошие, мягкие, пигментированные в достаточной степени. Но вот по оттенкам немножко расхождение с каталогом. Вот такой вот цвет. Следующий тоже новинка. Такой серо-лавандовый. Номер 20. Вот он. Вот он. То есть, вот как вы видите, они такие блестящие, шиммерные. И за счет этого блеска немного съедается пигмент. Конечно, меня это не порадовало. Следующий оттенок номер 02. Вот такой, чуть светлее, чем оттенок моей кожи, наверное. А может быть и такой же, как моя кожа. Ну, в общем, похож на мои пудры по цвету. В общем, крем-брюле принято такой оттенок называть. Ну, он почти сливается, в принципе. Даже и... Боже, где я его нанесла? Вот здесь вот он. Нет, его не видно. Ну, в общем, это тот оттенок, которым я растушевываю. В основном тени, которым я... Какие-то покрасневшие вот у меня бывает иногда на веках сосудики проступают. Могу просто вот эту тень одну нанести на веки прямо пальцем. И, в принципе, все отлично. Пигментация у него от средней к выше средней, но я бы не сказала, что ультравысокая. И сама тень тоже очень мягкая. Но, если я не ошибаюсь, вот я, например, в каталоге уже не видела вот этого оттенка. Вот, по-моему, его то ли снимают, то ли будут как-то перевыпускать, может, в другом виде. Но вот этот оттенок был только доступен в интернет-заказе, а в каталоге его уже не было. Потом вот такой красивенный серовато-хаки номер 14. Он немного отливает золотистый. Вот он. Очень красивый оттенок. И тоже очень красивый, но вот для меня немножко чуть более активный, чем я могу со смелостью носить. Это номер 15. Такой елово-зеленый. Вот он. Сейчас немножко в серый уходит, но он именно такой елово-бутылочно-зеленый, красивый. Но для меня чуть более активный. Не всегда у меня на него хватит смелости. Хотя, мне кажется, на осень, в общем-то, самое оно носить с пальто, с шарфами. Такое вот было короткое видео. Я надеюсь, что оно было короткое. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok